В июне планируется взять кредит в банке на сумму 28 миллионов рублей на некоторый срок, целое число лет. Условия его возврата таковы. Каждый январь долг возрастает на 25% по сравнению с концом предыдущего года. С февраля по июнь каждого года необходимо выплатить часть долга. В июле каждого года долг должен быть на одну и ту же сумму, меньше долга на июль предыдущего года. Чему будет равна общая сумма выплат после полного погашения кредита, если наибольший годовой платеж составляет 9 миллионов рублей? Для начала запишем наши условия. Сумма кредита 28 миллионов. Процентная ставка банка R равняется 25%. Преобразуем. Тогда у нас получается, что ежегодно наша сумма будет возрастать на 25%. То есть S плюс S деленное на 100 и умноженное на R процентов. Преобразуем. Вынесем общий множитель S. Получается 1 плюс R это 25%, знаменатель 100. Посчитав, получаем 1,25S. Также известно, что максимальная выплата это 9 миллионов. Запишем остаток долга на каждый год. В первом году это у нас 28 миллионов. В следующем году наш долг должен уменьшиться на некоторую сумму. То есть 28 минус X. В следующем году остаток долга должен уменьшиться на ту же величину. То есть на минус 2X. Так как сказано, что долг должен быть на одну и ту же сумму меньше долга на предыдущий. И так далее. И в последний N год остаток долга будет равен нулю. Найдем выплаты, которые будут выплачивать. Первая выплата будет равняться сумма кредита 28 миллионов. Потом срабатывает процентная ставка. То есть умножаем на 1,25 и минус остаток долга на следующий год. То есть минус 28 минус X. Раскроем скобки и преобразуем. Тогда у нас получается 7 плюс X. В следующем году остаток долга будет равняться 28 минус X. После срабатывает процентная ставка. То есть умножаем на 1,25. Минус остаток долга на следующий год. То есть 28 минус 2X. Раскроем скобки и посчитаем. Получается 7 плюс 0,75X. Рассмотрим следующий год. Остаток долга это 28 минус 2X. После срабатывает процентная ставка. То есть умножаем на 1,25. И минус остаток долга на следующий год. То есть 28 минус 3X. Посчитав получаем 7 плюс 0,5X. И рассмотрим последний год. Четвертый. Тогда у нас получается остаток долга. Это 28 минус 3X. После срабатывает процентная ставка. Умножаем на 1,25. И минус остаток долга на следующий год. То есть 28 минус 4X. Посчитав получаем 7 плюс 0,25X. По условиям сказано, что максимальная выплата это 9 миллионов. А из наших найденных выплат мы видим то, что наибольшая выплата была в первом году. То есть 7 плюс X должно равняться 9. То есть X равняется 9 минус 7. Или X равняется 2. Рассмотрим остаток долга на последний год. В последнем году у нас будет 28 миллионов минус N число лет умноженное на X. И все это равняется 0. X мы ранее нашли. Это 2. Тогда у нас получается 28 равняется NX. То есть N умноженное на 2. Таким образом мы можем найти число лет. N равняется 28 вторых. Это будет 14. Заметим, что выплаты у нас идут по арифметической прогрессии. Где первая член, а первая это первая выплата. Первая выплата это 9 миллионов. А разница D будет равняться минус 0,25X. X мы нашли. Это 2. Тогда D, наша разница будет равняться минус 0,25 умноженное на 2. По счетам получаем минус 0,5. Так как это арифметическая прогрессия, воспользуемся формулой суммы арифметической прогрессии. Сумма арифметической прогрессии SN равняется 2А1 плюс D умноженное на N минус 1. Знаменатель 2. И все это умноженное на N. Эту формулу нужно знать. Воспользуемся формулой арифметической прогрессии. Тогда общая сумма выплат Q будет равняться 2 умножить на А1 плюс D умноженное на N минус 1. Знаменатель 2 и умноженное на число лет, то есть на N. Подставим сюда наше значение и найдем результат. Тогда Q равняется 2 умножить на А1. А1 это 9 миллионов. Плюс D. D это минус 0,5. Мы нашли ее ранее. Умноженное на N минус 1. N это 14 лет. Минус 1. Знаменатель 2. Все это умноженное на число лет. Опять же на 14. Посчитав получаем 80,5 миллионов. Запишем ответ. Общая сумма выплат Q равняется 80,5 миллионов рублей. Задача решена. Спасибо за внимание. Не забывайте подписываться на наш канал и ставить большие пальцы вверх.